Илья и Екатерина познакомились в медицинском университете, вместе учились и выступали с творческими номерами за родной вуз на конкурсах. Со временем поняли, что друг без друга уже не могут. Так родилась семья Осеевых. Залог их крепких отношений – это прежде всего взаимоуважение, уверен глава семейства. Как у всех семей у нас тоже бывают какие-то недомолвки, недопонимания. Это нормально. Мы все-таки находим компромиссы. Я думаю, в этом главный секрет счастья. Принять участие в конкурсе «Семья года» Осеевым предложили в детском саду, куда ходит старшая дочь Маша. Нужно было презентовать свою семью, нужно было составить презентацию или видео о творческой, профессиональной, учебной, спортивной деятельности семьи, каждого члена семьи. И мы все, презентации уместили. Начали студенческие годы, где мы учились, танцевали. Все творческие номера были в прошлом. Да, все творческие номера, которые мы выступали. Супруги много времени проводят на работе. Оба медики. Илья – сосудистый хирург областной клинической больницы. Екатерина – ревматолог в горбольнице номер два. Несмотря на плотный график, любую свободную минуту старается уделять дочерям. Я будущее олимпийское чемпионом. Приоритет – это дети и их увлечение. У Маши достаточно много тренировок. Ульяна ходит в бассейн уже с трех месяцев. Мы в меру строгие родители. Когда надо, строгие, когда не надо. Ну, как можно не любить? У нас хорошие дети. Да, у нас послушные хорошие дети. По результатам конкурса Осеевых включат в почетную книгу «Семья года. Россия-2021». Награждение победителей пройдет в ноябре в Москве. Ангелина Яхонтова, Максим Леонов. События дня.